Конференция наша проходит не в юбилейном году в этом, но до нашего 65-летия остается всего несколько месяцев. Следующий год уже будет юбилейный. И мне бы хотелось в этом докладе, который я обозначил как развитие эволюционной физиологии в институте Сеченова, попробовать разобраться и с вами, и для себя о том, собственно, чего хотел Леон Абгарович, когда организовывают институт, понять место эволюционной физиологии и вообще физиологии, может быть, на карте ваншата современной биологии, и задаться вопросом, продолжаем ли мы понимать под этими терминами то же самое, что понимал Леон Абгарович 65 лет назад. Вот, ну это как бы, так сказать, официальный факт нашего рождения. 6 января 56 года Президиум Академии наук вынес решение об основании Института эволюционной физиологии. Тогда еще он не назывался биохимией. И вот здесь, так сказать, официально поставлена задача изучения путей развития функций организма в онто-эфилогенезе, выяснение основных закономерностей этого развития и механизмов преобразования функций под влиянием средовых факторов. Почему возникла необходимость создания такого института? Тут, так сказать, можно начинать от разных временных точек, но вот я попытался переместиться назад в 50-й год. Ну, вы знаете, состоялась печально известная сессия Объединенной Академии медицинских наук и Академии наук СССР, посвященная проблемам мучения Павлова. И, по сути, эта сессия завершила собой начавшийся вскоре после войны процесс политизации науки и в интересах нескольких неразборчивых средств, группировок, достаточно вспомнить сессию Воскнил 48-го года. И политические интриганы от науки, среди которых, к сожалению, были и ученики Кирилла Абгарыча, объявили ненаучные концепции и все направления физиологии, которые развивались самостоятельно вне, как они понимали, формальные связи с павловским учением. Итог известен. Арбели был снят со всех административных постов, при нем осталась только небольшая группа учеников. И самое главное, практически никаких ресурсов для продолжения работы. Вот эта фотография, вы знаете, я искал фотографии сессии 50-го года, но не нашел. Но неожиданно наткнулся вот на эту. Она, это из архивов ТАСС, она называется «Академики». Тут какой-то либо тонкий юмор, либо непонимание ситуации. Это сидят Абрам Федорович Йоффе, Сергей Вавилов, Леон Абгарович Арбели и генеральный прокурор Вышинский. Да, достаточно символичная картина. Посмотрите на выражение Леона Абгаровича. И, казалось бы, вот как бы крах, крушение всего, что было ему дорого, и полное прекращение работы в том направлении, в той науке, которую он всю жизнь любил. Ну, значит, дальше ситуация меняется. Три года спустя умирает Сталин. Справедливость по отношению к Арбели начинает восстанавливаться, и он получает возможность организовать лабораторию. И вот это вот как бы ключевой момент. Он организует лабораторию эволюционной физиологии. Почему? Почему именно эволюционной физиологии? Почему не какая-то другая тематика среди огромного количества направлений, которыми он занимался всю жизнь? Когда, собственно говоря, Арбели заинтересовала физиология? Это как раз хорошо известно. Он был курсантом в Лайной медицинской академии, и уже с первых курсов, слушая лекции Павлова, был очарован красотой этой науки, и потом уже активно участвует. Он, как известно, стал сотрудником Павлова довольно быстро. И дальше уже вся жизнь его независимо связана с Павловым и с физиологией. А вот когда он увлекся эволюционным аспектом физиологии? Ну, многие биографы полагают, что это 910 год, когда молодой Арбели, молодой военный врач получает возможность поехать в зарубежную командировку. И он посещает несколько стран. Он был в Англии, в Германии и в Италии. Он был в лаборатории Геринга, Гартена, Брюке и побывал на неаполитанской биологической станции. Ну и полагают, что именно там к нему пришло некое озарение, будучи очарованным безумным разнообразием биологического мира. Он, конечно, был не первым, кто пришел к представлениям о необходимости изучения физиологической функции в процессе эволюционного развития. К тому времени эту тему активно разрабатывали, начиная с Сеченова, Веденского, Павлова. Сам термин эволюционной физиологии был предложен 4 года спустя, Северцевым. Потом были многие плодотворные годы работы с Павловым, а потом и после Павлова, когда он стал преемником на неформальном и формальном посту российской физиологии. Но идея эволюционного подхода к физиологии не оставляет Арбели. И в 1939 году Арбели создает уже структурное образование Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности на базе биостанции в Коутышев. И задачей этому институту он ставит применение эволюционного принципа к физиологии центральной нервной системы. И вот 27 февраля 1941 года Арбели делает доклад на торжественном заседании, который я позволил себе привести здесь несколько положений. Я позволю себе закончить утверждением, что если мы стоим на позициях эволюционной теории, то вправе говорить, что для каждого уровня развития животных иронидов должны быть привенены адекватные методы исследования. Должны быть использованы все те методы исследования, без которых знание было бы неполное. Напоминаю, что это февраль 1941 года. И надеждам, которые, безусловно, Арбели вкладывал в этот институт, не суждено было сбыться. Через полгода перед страной встали совсем другие задачи. Арбели, военный врач по бэкграунду, перестроил работу с учетом требований военного времени. Разрабатываются способы борьбы с последствиями травм центральной и периферической нервной системы. Изучается механизм гипоксии. Конечно, это все оборонные тематики. В трудные годы он изучает механизмы травматического шока, воздушной контузии, способов ликвидации контрактур, казуалоги. Вообще много исследований болевых синдромов. Он генерал-полковник медицинской службы, это высшее звание. С 1944 года он президент, организованный при его активном участии Академии медицинских наук, начальник военно-медицинской академии. Не говоря уже о том, что 1936 года он представитель комиссии по глубоководным испытаниям, короче говоря, военно-морского флота. Короче говоря, огромные разнообразные деятельности. Но наступает 1950 год. Вот несколько фотографий из той эпохи. Вот Арбель из группы сотрудников только что организованной Академии. Наступает 1950 год, и ему фактически запрещают заниматься чем бы то ни было. А потом наступает 1954 год, ему уже 72 года, и здоровье уже подорвано несправедливостями, которые произошли с ним. Но ему дают снова возможность работать. И он понимает, что, в общем, ну, наверное, надо сосредоточиться на чем-то одном. Ему отпущено уже не так много времени доделать какое-то одно дело. И вот он действительно выбирает лабораторию. Понятно, что тематику никто не навязывал. Он выбирает название лаборатории эволюционной физиологии. А затем она разворачивается в институт. Значит, вот постановление вы уже видели. И в своем программном докладе 7 марта Арбель выступил с докладом «Основные задачи и методы эволюционной физиологии» на первом совещании по эволюционной физиологии. Институт начинает обретать структуру. Но если вы посмотрите на список первых лабораторий, то вы здесь не найдете лабораторию эволюционной физиологии. Потому что этой лабораторией, по сути дела, стал весь институт. И вот эти лаборатории во многом возглавили его ученики. Институт, конечно, создается не в пустоте. И его тематики не могут не найти отражения. Прикладные аспекты, в том числе оборонного характера. Вот посмотрите. Изучение эволюции функций связано само по себе с исследованием действий на организм различных физических факторов. В деле преодоления физиологических ограничений используют такой современной техники ближайшего будущего, как сверхвысотные полеты на высоких скоростях, космические путешествия. Заметьте, это 56-й год, еще 5 лет до первого полета. Глубоководные спуски и так далее. Это делает необходимо обратить внимание на действия на организм ультразвуковых частот, ультрафиолетовых, инфраструктных лучей и так далее. И вот дальше. Эволюционный подход к вопросам радиобиологии, несомненно, окажется полезным и для овладения стимулирующим действием проникающей радиации с целью направленного изменения развития организма. Это то, о чем мы говорим прямо сейчас. Но, конечно, не при помощи атомного излучения, а при помощи совсем других технологий. Но вот, как вы знаете, совсем недавно, буквально неделю назад, состоялось совещание генетиков с целью изучения этических проблем, именно вопросов изменения генетики человека в нужную сторону. А также для понимания механизмов патологических реакций взрослого растущего организма на действия проникающей радиации для борьбы с лучевой болезнью и пагубным влиянием на потомство. Тема актуальная не только для страны. Всего 7 лет, как испытана первая атомная бомба, через 5 лет будет испытана водородная, но и для самого Арбели. В 1949 году от лучевой болезни в очень молодом возрасте умирает его дочь Мария Леоновна Арбели, и физик, сотрудник Хлопина, сотрудник радиоинститута. Арбели похоронил дочь на Богословском кладбище, и в декабре 1958 года на том же кладбище под грохот траурного воинского артиллерийского салюта, полагающегося генерал-полковнику, будет похоронен и сам Арбели. Институт осиротел, Арбели, по сути, успел только поставить задачи, задать направление. А дальше в становлении института участвовали уже его ученики. Вот, переходя к ученикам и к ученикам учеников, я бы хотел начать с человека, который, ну, так сказать, дорог мне и дорог очень многим в этом зале и в этой аудитории, Виктор Савич Говардовский, к сожалению, ушедший от нас этим летом. Вот совсем недавно в стенах этого института он сделал замечательный доклад о в эволюционных причинах и эволюционном смысле двойственного характера сетчатки позвоночной. Доклад он сделал обширный, и это был пример эволюционного подхода к раскрытию функций через ее эволюцию. А вот, кстати, вот сказать, когда Виктор Савич заинтересовал все эволюции, тоже так же не просто, как и про Арбели. Вот когда он закончил, это понятно этим летом. А вот когда начал? Может быть, когда он пришел молодым инженером в этот институт на обслуживать электронный микроскоп, познакомился со своим шефом Яков Абрамовичем Винником, который возглавлял одну из первых лабораторий эволюционной морфологии с Лидией Константиной Титовой. Может быть, когда прочитал книгу «Эволюция рецепторов». Но, так или иначе, жизнь Виктора Савича – это такой пример многолетнего, очень многолетнего служения и науки вообще, и эволюции в частности. Хотя он как раз в разговорах со мной довольно часто скептически высказывался по поводу такого формального отношения к эволюционной физиологии. Но мне кажется, что именно он-то и был ее истинным и искренним рыцарям всю свою жизнь. Им было показано, что компоненты высокоспециализированной современной системы зрительной трансдукции прошли длинный, параллельный и неодинаковый эволюционный путь, приспосабливаясь к спектральному составу дневного света, к суточному режиму активности, оптимизируя уровень внутреннего шума, скорость работы системы и многие другие факторы. Но все прекрасно знают, что сетчатка позвоночных содержит два типа рецепторов, и такое разделение прослеживается у большинства позвоночных. Опять-таки, с конца XIX века известно, что колбочки обслуживают дневное зрение, а палочки ночное. Здесь суммированы в основном физиологические свойства и тех, и других. Но есть базовый вопрос. А почему их два? Почему колбочка быстрее? Почему палочки чувствительные? Почему наружный сегмент палочки цилиндрические, а колбочки всегда конические? Какой-то в этом есть глубокий смысл. Короче говоря, почему и зачем возникло такое устойчивое разделение функций, которые поддержаны устойчивым разделением морфологии? Вопрос непраздный, и на него 50 лет назад был дан убедительный, но неправильный ответ. Есть такая гипотеза Гордона Уэллса, трансмутации, которая довольно долго доминировала. Она была поддержана также большим количеством фактического материала. Это была, так сказать, вовсе не умозрительная гипотеза. И если вкратце, и суть состоит в том, что по мере перехода различных таксонов к разным нишам, колбочки и палочки следовали за этими изменениями, трансмутируя из одних в другие. Так, например, предполагаемые предки современных рептилий и котивозавры имели двойственную палочку-колбочковую сетчатку, которая, возможно, сохранилась у черепах. Дальше, например, ящерицы с их дневным образом жизни потеряли палочки, получили чисто колбочковую сетчатку. Затем ночные гекконы, наоборот, превратили колбочки в палочки. Змеи, вероятно, происходили от роющего предка, которому глаза были вообще не нужны. Таким образом, каждый раз палочки и колбочки изобретаются заново, а удивительная общность их мотива по лоусу – это результат конвергенции. И вот потребовалось несколько десятилетий работы многих лабораторий, в том числе Виктора Саича с сотрудниками, чтобы показать, что эта теория неверна. Были изучены многочисленные сетчатки, была изучена морфология, спектр поглощения зрительных пигментов. И во всех случаях находили смешанную палочку и колбочковую сетчатку. И окончательную точку в этом споре была поставлена уже больше 20 лет назад в молекулярной биологии, когда было понято, что рецепторы всех, конечно, излучных до сих пор позвоночных, используют один и тот же каскад восприятия света. Это GPCR-ный каскад. Рецепторный молекул является зрительный пигмент, который активируется, и он существует по очкам и колбочкам в варианте. И все остальные действующие белки каскада также существуют в палочковом и колбочковом варианте. В результате многолетней работы, в том числе и нашей лаборатории, было показано, что низкая чувствительность колбочек является следствием не внутреннего шума, как предполагалось раньше, а высокой скоростью выключения. И это выключение имеет огромное адаптивное значение. И, по сути дела, колбочки выбрали эволюционную стратегию размена чувствительности на скорость реакции колбочков. У колбочек выработался столь же эффективный каскад на зубцы, как у палочек, однако он гораздо раньше выключает, а что достигается в высоком уровне экспрессии ряда ключевых белков, выключение каскада и их более высокой активностью по сравнению с палочками. Ну и, кроме того, колбочки, и это тоже большая заслуга Виктора Саевича, он показал в ряде блестящих работ, научились избегать насыщения при любых, даже самых высоких уровнях фонового освещения за счет механизмов быстрого фотолиза метапродуктов и дополнительных путей снабжения регенерированным хромофором. Вот, позвольте привести еще один пример. Это на еще более широком эволюционном отрезке, если, скажем, эволюция по очке колбочек разделе началась около 500 миллионов лет назад, то предметом рассмотрения эволюционной физиологии, конечно, должен быть весь период живого. От функций протоклеток, появившихся 4 миллиарда лет, до молекулярной организации функций у человека. В лаборатории эволюции водно-солевого обмена Юрий Викторович Натучин под его руководством, а эта лаборатория-наследница тоже первой лаборатории института под руководством Александра Георгиевича Геницинского, много лет разрабатывается концепция возникновения жизни протоклеток не в натриевом океане, как считалось ранее, а в водоемах, где калий-натриевое соотношение напоминает цитоплазм клеток. Предполагается, что жизнь не могла возникнуть в натриевом океане, не обеспечивающем условия синтеза белка. Было предположено, что первичными были протоклетки, возникшие в калиевых водоемах, и лишь затем, в ходе дальнейшей эволюции, при смене калиевой среды на натриевое, в пазматическом мембране появились ионные насосы, которые были сохранены отбором и в дальнейшем эволюционировали от симметричной по потенциалу к асимметричной клетке. Эти положения были подтверждены в многолетнем цикле работ совместно со специалистами из самых разных областей, биологами, биохимиками и так далее. Юрий Викторович с коллегами разрабатывает опрос эволюции функций почки. Были сформулированы такие наиболее значимые черты, как возрастание полифункциональности, клубочковая фильтрация и реабсорбция, как примеры интенсификации процессов, лежащих в основе работы органа, формирование мозгового вещества у птиц и млекопитающих, как реализация принципа настройки, полимеризация функциональных единиц и другие. Вот яркий пример механизма поддержания стабильности концентрации натрия, особенно калия в плазме, что влияет на эффективность деятельности всех функциональных систем организма. Лаборатории исследовали роль нонопептидов нейрогипофизы в ионной регуляции и было показано, что возникшее в ходе эволюции позвоночных разнообразий нонопептидов нейрогипофиза и их рецепторов лежит в основе как косморегуляции, так и регуляции почки концентрации в крови ионов натрия и калия. Для беспозвоночных, вот здесь, в том числе у анцетников, характерен один вазопрессивно подобный нонопептид и один рецептор к нему. В ходе эволюции у позвоночных изменял структура как гормонов нейрогипофиза, так и соответствующих им рецепторов. У большинства млекопитающих гормоны представлены вазопрессивным альтитоксином, вот здесь, с использованием биоинформационных методов сотрудники Юрия Викторовича определили спектр подтипов рецепторов этих гормонов омлекопитающих и их физиологические эффекты в почке. При поиске в транскриптомах омлекопитающих последовательно исходных с последовательными рецепторами азотоцина низших позвоночных, здесь на рисунке приведены их филограммы и четко выявляются три подтипа вазопрессина, рецепторов вазопрессина вот здесь, здесь и здесь, и один окситоциновый рецептор. Все подтипы рецепторов вазопрессина и окситоцина представлены в почке млекопитающих и спектр активируемых подтипов рецепторов изменяется в зависимости от действующих концентраций гормонов нейрогипофиза. Вследствие этого имеется тот или иной преобразователь поддающий эффект на функцию почек. Активируя В1А рецепторы, вазопрессин усилит выведение натрия, стимулируя В2, повышает реабсорбцию воды и выведение. В ваборатории впервые получены данные, свидетельствующие об участии В1Б рецепторов в регуляции вазопрессина на экстрекции калия. И выявлена новая физиологическая роль окситоцины как регулятор водовыделительной функции почки, усиливающей его водный диорез. Вот еще один прекрасный пример эволюционного подхода к исследованию сигнальных каскадов. В ваборатории Александра Олеговича, начиная с 90-х годов, тогда еще под руководством Марии Николаевны Перцевой, проводится исследование по изучению пептидов инсулинового семейства, которые играют ключевую роль в регуляции фундаментальных клеточных процессов и физиологических функций у различных представителей позвоночных и беспозвоночных. Сотрудниками были получены доказательства того, что структурно близкие к инсулину пептиды и их сигнальные системы сформировались уже на уровне одноклеточных элкариот, хотя имели совершенно другие функции в сравнении с таковыми у многоклеточных. Так, у представителей предстановодных моллюсков выделены функционально характеризованные инсулиноподобные пептиды MIP, которые способны влиять на активность сигнальных систем нервной ткани моллюсков, в том числе и на ЦМФ-зависимые каскады. Все это указывает на раннее происхождение инсулиновых пептидов в эволюции элкариот. Инсулины и инсулиноподобные факторы его роста вообще широко представлены у меньших позвоночных, но их структуры и функции долгое время не были расшифрованы. И вот расшифровка их в лаборатории молекулярной эндокринологии и нейрохимии проводилась на протяжении более 20 лет, позволила установить их структурное и функциональное сходство с инсулинами человека и млекопитающих. Было показано, что в организме рыб инсулины не только влияют на углеводный и липидный обмен, но и функционируют как мощные ростовые факторы, тем самым совмещая функции и инсулинов, и факторов роста у высших позвоночных животных. Длительное время считалось, что пептиды инсулинового семейства, подобно инсулину и факторам роста, действуют на клетке мишени через рецепторы тирозинкиназного типа и ИРС-белки. Однако сейчас, и в том числе благодаря работам в лаборатории, было показано, что ряд из них, ревоксин, инсулины, подобный пептид-3, бомбексин и МАИП, несмотря на высокое структурное сходство с инсулином, действуют через другой архетип рецепторов, это же белоксопряжённые рентгписяры. И ещё более неожиданным было то, что активируя разные архетипы рецепторов, пептиды инсулинового семейства регулируют сходные внутриклеточные мишени, аденеватсоклазу, фосфатидиваный изютолтрикиназу и метагеноктивированной протеинокиназы. Таким образом, здесь было показано, что реализуется уникальная цепь событий. Сходные гормоны активируют принципиально различные рецепторы, что затем конвергирует к сходному паттерну клеточных ответов. В лаборатории сомнительной физиологии и патологии центральной именной системы здесь под руководством Игоря Александровича Журавина и Натальи Николаевны Наливаевой много лет ведутся исследования, в частности группы протеолитических ферментов, пептидаз, семейства НЭП. Я еще упомяну это в конце своего доклада, но действительно взрывное развитие технологий секвенирования и наполнение баз данных позволило многократно увеличить ряды сравнения. На этом слайде актуальная база данных протеолитических ферментов, которыми занимается лаборатория. Здесь дано краткое сравнение числа пептидаз в геномах нематод, мух и человека, а также число генов пептидаз семейства НЭП. Они являются схожими по структуре, но функционально различные. Наиболее описанный тип НЭП имеет несколько форм, мембранную, растворимую и цитопазматическую, имеет разные свойства в зависимости от локализации в ткани мозга или на периферии. Изучение этих ферментов у низших животных позволяет не только объяснить эволюцию самого белка, каталитического центра, но также функциональную роль. Сейчас лаборатория изучает роль НЭП в обонянии млекопитающих. Известно, что у мух он важен для формирования обонятельного рефлекса, но как он работает у млекопитающих пока мало изучено, хотя известно, что он экспрессируется в первую очередь в формирующихся в обонятельных луковицах эмбриона. Уже показано, что его экспрессия после рождения высока в обонятельных луковице, а снижение к старости после пренатальной гипоксии коррелирует с ухудшением обоняния. И показано, что динамика экспрессии, это совсем свежие данные лаборатории, динамика экспрессии НЭП в структурах мозга прямо коррелирует с возрастными накоплениями амилоидного пептида, именно в тех участках мозга, где экспрессия низка. И более того, первыми при патогенезе гибнут холинергические нейроны, которые не экспрессируют НЭП. Между прочим, вот еще пример, не связанный, по крайней мере, напрямую с нашим институтом, но, безусловно, эволюционный. Вот открытие фермента ACE2, знаменитого ангиотензин-превоощающего фермента, который играет роль рецептора коронавируса SARS-2, стало возможным только благодаря применению этой лаборатории в лице, только благодаря применению эволюционного подхода, поскольку известно, что у дрозофилы в геноме присутствует несколько гомологов ACE, а у млекопитающих к этому времени был известен только один, первый ACE. И вот поиск второго, направленный поиск, и увенчался успехом, в том числе публикация в 2000 году. Какое… Так, тут что-то начерпано. А, ясно, хорошо. Ну, попросим удалить. Все это имеет прямое отношение к исследованию болезни Альцгеймера. Так, при болезни Альцгеймера снижение активности непролизина приводит к накоплению токсичных форм амилоидоподобного пептида в случае рака предстательной железы к повышению снижения метагенного пептида эндотелина. Полученные данные в лаборатории о характере изменения содержания непролизина в ходе постнатального развития мозга крысы в норме и послепринатальной гипоксии и сравнении уровня снижения позволяет понять механизм экспрессии гена и найти пути повышения его экспрессии в тканях, что может иметь терапевтическое значение. Повышение экспрессии активности непролизина в тканях мозга – одно из препрессивных направлений профилактики лечения болезни Альцгеймера, а также некоторых видов раковых опухолей. Как бы все-таки вот это убрать? Ну хорошо. Осан Михайлович Горбушин много лет исследует в ретроспективной модели эволюции системы комплимента. Модель охватывает широкий круг организмов от последнего общего предка биоватеральных животных, биоватерия, до представителей высокоспециализированных аксонов в группах первичных роботов и вторичных роботов. Вот на этой схеме представлена с правой стороны вот эта вот схема комплимента. Да, спасибо большое. Система комплимента является частью иммунной системы, обеспечивает неспецифическую защиту от бактерий и других проникающих в организм возбудителей болезней. Система состоит примерно из 20 различных белков, факторов комплимента, которые находятся в плазме крови и составляют около 4% всех белков плазмы. Между прочим, система комплимента является одной из систем, участвующих в иммунном ответе человека на инфекцию COVID. В наиболее изученной с функциональной точки зрения системе комплимента человека отличают рецепторную и эффекторную фазы молекулярных взаимодействий. Первое, ранние компоненты идентифицируют патоген по характерным маркерам на его поверхности. Вот эти рецепторные молекулы. И затем амплифицируют иммунный сигнал в результате ферментативного каскада реакций, вот это здесь, расщепляющего белок С3, С4 или С5 на два фрагмента. Дальше вторая фаза – это сборка на поверхности мишени, то есть патогена, мембрана атакующего комплекса МАК, здесь его на слайде нет, перфорирующего клеточной мембраны, что приводит к гибели патогена. Вот Александр Михайлович показал и последиво показал в эволюционном ряду, что гены, кодирующие белки МАК, появляются лишь у позвоночных. Вот этот оранжевый маркер здесь. И отсутствует за пределами этого таксона является таксон специфичной молекулярной специализации. Однако гомологи генов, кодирующих центральную молекулу системы комплимента, молекулы С3, сериновые протеазы и клеточный рецептор комплимента СР2, существуют у стрекающих и у представителей всех базовых таксонов белотерия. Этот самодостаточный с функциональной точки зрения белковый комплекс появился у последнего общего предка билотеральных животных. Вот этот вот желтый маркер, который Робушин назвал протокомплимент, и вероятно всего этот комплекс участвовал в трофических процессах предков белотерии. Следующим этапом эволюции протокомплимента является появление предковых генов, кодирующих сериновые протеазы и уартологи С1РС1С. Вот они здесь. А также ему рецепторные молекулы гомологичной лектином фиколеином и монозосветающим лектину МБЛ. Их появление приурочено к появлению животных с мезодермальным целом и системой кровообращения. Это вот зеленый маркер здесь. На этом этапе протокомплимент получает возможность участвовать в гуморальных иммунных реакциях. Однако эволюционная судьба протокомплимента оказалась существенно разной у позвоночных и беспозвоночных. Позвоночные приобрели систему соматической рекомбинации особый класс вариабельных иммунных рецепторов иммуноглобулины, сохранили скудное разнообразие рецепторов лектиновой природы, участвующих в лектиновом пути активации комплимента. Беспозвоночные, наоборот, значительно диверсифицировали гены гомологично иммунорецепторным лектином, и такая диверсификация осуществлялась путем мультипликации в геноме параллогичных копий исходных генов, которые затем эволюционировали самостоятельно, приобрели структурную самобытность. Таким образом, скорость эволюции протокомплимента у беспозвоночных была значительно выше, и в наиболее продвинутых специализированных таксонах протокомплимент изменился настолько, что молекулы, входящие в состав этого комплекса, утрачивают структурные сходства с предковыми прототипами, и представителями являются группы ракобазных и моллюсков. Таким образом, модели эволюции протокомплимента предсказывают существование многоклеточных множества комплиментоподобных систем. Эти молекулярные системы таксонспецифичны, структурные и функциональные они в значительной степени различаются, однако участвуют в иммунном ответе на инфекцию и иммунном надзоре над клетками организма. Ну и, конечно, понятна актуальна задача идентификации этих молекул, что позволяет успешно делать модель Александра Михайловича Горбушина. Вот до сих пор мы говорили о достаточно больших эволюционных интервалах. Ну вот, переходя к работам Александра Николаевича Князева, также, к сожалению, ушедшего от нас, приходится говорить уже это третий раз, Виктор Александрович Говардовский, Николай Александрович Журавин, Александр Николаевич Князев, большие потери для института. В работах Александра Николаевича можно говорить скорее на микроэволюции, потому что исследовались семейства и виды насекомых, в основном сверчков. Исследовав с морфологией, нейрофизиологией, механосенсорной системы, были определены ключевые морфологические характеристики циркального органа, дирекциональные характеристики, морфо-функциональные подтипы сенсил. Александр Николаевич на созданных им же уникальных установках с помощью электрофизиологических поведенческих методов убедительно показал, что нитевидные сенсивы циркального органа отвечают на звуковые стимулы в широком диапазоне интенсивности. Под его руководством было описано антогенетическое развитие нескольких видов сверчков, был исследован филогенез механосенсорного комплекса насекомых, включающий циркальные, темпональные, подколенные органы. Роли этих комплексов в организации акустического поведения показано разнообразие функционирования механосенсорного комплекса в зависимости от экологической ниши, занимаемой каждым конкретным видом. И при потере, например, при потере тимпонального органа большое развитие получает циркальный. Экспериментальное удаление элементов подколенного органа частично компенсируется расширением динамического диапазона работы оставшихся циркального и тимпонального. Его продемонстрировано Александром Николаевичем, что и в энтогенезе на определенных этапах витальные значения имеют разные формы акустического поведения, определяемые работой механосенсорного комплекса. Коллеги, я вот уже приближаюсь к концу, и вот хотелось бы вот на этом примере, на примере скорее микроэволюционном, но от этого не становящимся менее важным, сделать вот такое замечание. Сейчас, когда возможности секвенирования неимомерно возросли, микроэволюционные процессы можно интенсивно изучать и на человеческой популяции. В связи с развитием персонализированной медицины огромное значение приобретает индивидуальные нормы реакции на фарм-средства, которая, как правило, определяется генетической вариабельностью соответствующих аллелей. Вот позвольте привести два примера из области совершенно к нам не относящейся, то есть это не наша работа, но тем не менее. Буквально только два примера. Значит, вариабельность аллелей цитохрома P450. Известно более 75 аллелей, из них 46 покрывают 99% всей человеческой популяции. И вот известно, что, например, в современной Эфиопии наблюдается вот здесь, в Северо-Восточной Африке, наблюдается аномальный процент геномов с множественными копиями. То есть одинарная копия – это норма, двойная копия – это повышенная активность фермента и так далее. И вот оказалось, что вот эта вот аномалия – это следствие страшного голода, который был в Эфиопии около 10 тысяч лет назад, когда выжили только те особи, которые имели повышенную копийность валялих, соответственно, высокого уровня фигмента, что позволяло им нейтрализовать природные алкалоиды. То есть фактически они смогли перейти на растительную пищу. Вот такой интересный эволюционный, ну, можно сказать, это микроэволюционный вывод, который, однако, имеет огромное практическое значение, потому что позволяет понять не только механизм, но и причины возникновения и, соответственно, возможно, рисовать пути индивидуального подхода к людям, потому что, скажем, переносимость такими людьми лекарств абсолютно не похожа на переносимость таких лекарств людьми с нормальной аллелью. Еще один пример, который тут у меня нет слайда, но это уже из области гипоксических исследований, которые тоже активно ведутся в нашем институте, были исследованы жители Тибетского Нагорья. И было показано, что был найден ген, демонстрирующий очень высокую степень вариаций для данной популяции. То есть были исследованы тибетцы против обычных равнинных ханцев. И вот самый сильный сигнал естественного отбора поступил от эндотелиального доменного белка ИПАС-1. Это оказалось, что транскрипционный фактор, участвующий в реакции на гипоксию. Один нуклеотидный полиморфизм показывает 78% разницу между двумя популяциями. Таким образом, это вот СНП, по сути дела, является ключевым фактором, влияющим на образование эритроцитов. Вот, коллеги, мы как бы не перестаем себя спрашивать, зачем нам эволюционная физиология? Мощное развитие молитвальной биологии позволило ставить эксперименты, которые были невозможны раньше. Мы экспериментируем с живым, мы меняем молекулы, мы меняем клетки, и мы смотрим, что получается. Это мощнейший инструмент изучения живого. Но давайте спросим себя, а не были ли такие эксперименты уже поставлены природой? И, видимо, придется ответить, что да, многие такие вещи уже сделаны, просто мы их не знаем. И вот, как бы, развитие технологий и соединения возможной физиологии с популяционной генетикой, выявление вот таких вот аномалий, вот как в данном случае, когда сравнение двух популяций позволило выявить ключевой фермент, влияющий на эритроцитогенез, может быть хорошим, перспективным, интересным направлением на будущее. И, поскольку мое время уже заканчивается, позвольте вот снова вернуться к Сававам Арбели о том, что для каждого подхода, для каждой проблемы необходим адекватный подход. Для каждой проблемы необходим именно адекватный подход. И давайте скажем, что мы занимаемся эволюционной физиологией, эволюционным подходом к физиологическим проблемам не потому, что нам так завещал Арбели, и не потому, что это слово написано на знамени нашего института, а потому, что эволюционный подход является продуктивным и адекватным в большом количестве случаев и позволяет получить те результаты и сделать те обобщения, которые, возможно, нельзя сделать при других обстоятельствах. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.